Доброе утро или доброго времени суток всем. Сегодняшний физкультурный влог я бы хотел посвятить второй части или последней части про курение. Это такая тема, она избитая и занудная, но я хотел бы просто ее закончить. В прошлый раз я рассказал, как я с этим боролся и как все это, в принципе, закончилось победой. Вот. Но на самом деле есть такие моменты еще, о которых я хотел бы рассказать. Когда физиологически все закончилось, то есть все эти трудности, переживания, когда я нашел руки, куда приложить, когда моя семья как бы сказала, что в принципе, ну то есть мы как бы решили, негласно так для себя, что все сэкономленные деньги от употребления, так сказать, табака и всего остального я могу потратить на себя. Ну в смысле вот я нашел для, как бы так сказать, применения этим деньгам. То есть, ну как бы сказать, у мужиков обычно это заначка там, вот. Ну а я применил, я стал строить лодки. Вот. И мне как бы никто ничего не говорит, то есть в этом вопросе. Вот захотел, построил. Вот, низко немножко. Вот. Тут я среди тренажеров брожу, потому что у нас сегодня дождик. холодно, но я искупался и так не сильно. Ну уже все равно лето, тепло. Не плюс 20, конечно, но тепло. Вот такая вот тема. Значит, что произошло дальше? Дальше произошло такая неожиданная такая вещь. Это... Я стал курить во сне. Курил, аж проснуться не мог. На самом деле... Мне это вообще не очень хорошо, как бы. Что-то у меня сегодня камера показывает, что попало. На улице, видите, что творится. Курил во сне. Я не мог проснуться. То есть... Просто... Просто какое-то счастье. Курил, курил. Вот. И тут, короче... Я вот на полном серьезе рассказываю. Приходит мне во сне Порфирий Корнеевич Иванов и, как бы, это так... Изо рта так берет раз такой сигарету. И все. И я проснулся такой. Ну и как бы... И больше мне это не снилось никогда. Что вот я во сне курю. Никогда я больше этого не снилось. Вот. Вот такая вот тема. Ну и... Кто... Вот. Я вот смотрел по комментариям. Очень много людей эта тема вообще сильно интересует. Очень сложно на самом деле еще искать себе руки. То есть... Одна из проблем это куда девать время и руки чтобы ну, как бы, об этом не думать. То, что у вас... То, что у вас изменится круг знакомых это однозначно. Потому что вот сейчас на сегодняшний день вокруг меня нет ни одного курильщика. Вообще. Они, если есть, то я их не вижу в упор. Вот. Все, что-то камера у меня не понятно, что показывает. Оп. Так. подстраивается сама. Ну-ка. Вот. И... Вам придется искать. Ну, самая лучшая замена это вот ну, ходить, бегать, что-то делать для себя. чтобы об этом ни о чем сильно не думать. Вот. Самое... Ну, на сегодняшний день лучше, чем пробежки, физкультуры и разные вот эти тренировочные нагрузки. лучше пока ничего не придумано. Дело в том, что наши друзья, все братья физкультурники, они почему-то не рассказывают, что они являются сами по себе так называемыми, ну, боюсь ошибиться, ну, эндорфин. То есть, природный наркотик, который выделяет организм. То есть, вы можете использовать медицинскую замену эндорфиновую. То есть, чтобы получить эндорфин, нужно произвести какую-то стрессовую ситуацию, связанную с физической нагрузкой. То есть, вам нужно пробежать, там, допустим, от 3 до 5 километров. Или быстрым шагом там пройти. Ну, не знаю, я плавал, какое-то время много. Вам нужно, можно попробовать вот такую вещь. То есть, посмотрите на физкультурников. Они приходят утром грустные, а после марафона просто светятся от счастья. Просто пробежали вот трусой вдоль. Вот сзади могу показать, ну, вот этот, у нас там есть 800-метровые круги. Вот они этих кругов понамотают сколько смогут. Ну, и прямо идут, песни поют, радуются там, чуть ли не обнимаются счастья. Это и есть гормон, как бы, не гормон, я не знаю, что это такое, короче, гормон выделяет организм. про это многие знают, ну, те, кто хоть маленько сталкивался с физкультурой. Ну, и все. То есть, у каждого путь свой. Свой должен быть наставник, какой-то человек, может быть, может быть, из книжки какой-то герой, я не знаю. То есть, настолько жизнь многообразная, интересная, что как бы останавливаться на чем-то смысла нет. Вокруг нас искусственная среда. То есть, все, что мы видим, все, что я показываю, у нас, кстати, трава зеленая, для тех, кто живет за Уралом или на Урале. Те, кто далеко, и холодно. Но уже пора, уже сколько? наверное, 15-е, наверное, сегодня апреля. Ой, 15-е, я говорю, 13-е апреля сегодня. Второе воскресенье. Кстати, кстати, ну, с курением все, тема вот такая. Хотите, двигайтесь. Занимайте руки чем-нибудь, найдите себе хобби, снимайте видео, ездите куда-то, не знаю, ходите пешком, гуляйте и общайтесь с людьми, которые не курят. И постепенно, как бы, вы избавитесь от всего этого. Все, я думаю, что на этом тему можно закрыть. Кому интересно, ну, кому более подробно, или в комментарии там оставляйте свои вопросы. Сзади у нас зеленая трава. Я полон оптимизма, потому что я вот искупался и все хорошо. Вот. Потом сегодня второе воскресенье апреля в России и в странах бывшего СССР. Вчера был день в космонавтике. Вот. Всех космонавтов я поздравляю с их профессиональным праздником. Вот. Надеюсь, что они меня смотрят. Вот. Ну, на самом деле космическая индустрия она просто огромна. вот. колоссальная структура, о которой там миллионы километров лент, видео снято. Вот. Поэтому я как бы на ней останавливаться не буду. Все понятно. Космос это наше все. Пол раньше я думал, что в 30 лет я мучительно считал, когда будет 2000-й год, когда наши отважные уже астронавты или космонавты, я не знаю, там поедут, сейчас скажу, куда, будут на Марсе, экспедиции на Марс. Вот. Я мучительно вот ребенком высчитывал этот 2000-й год. Я думал, что вдруг меня не возьмут в отряд космонавтов. Вот такая вот, вот такие вот были мечты. Не Бентли купить, понимаете, не в Греции там непонятно чем заниматься, а полететь на Марс. Вот это, вот это я считаю правильная мечта. вот, когда, кстати, по поводу Марсов и разных вещей, я вот много об этом думал. Есть профессии, которые невозможно оценить как частный сектор, я бы это так назвал. Есть частный сектор, да, у нас, а есть государственный. Так вот, такие люди, как космонавты, шахтеры, подводники, там, какие-то люди, у которых очень страшные, рискованные, героические профессии, я думаю, что мало, мало денег, материального смысла вознаграждения. Тут именно идет речь о нужде человечества. И в данном, и вот в таком контексте интересно было вспомнить социализм. То есть, когда человек человеку друг, товарищ и брат, не как сейчас у нас волки, волки кругом, вот, и добытчики. Вот. Тогда да, космонавты это серьезно. то есть, не хотелось бы все сводить к коммерческим вот этим вот каким-то непонятным отношениям, потому что есть много профессий, которые, ну, их невозможно, ну, вы поняли, то есть, я, может быть, неправильно выражаюсь, их невозможно коммерциализировать. Вот. То есть, это не коммерция, не бизнес. это настоящая, рискованная, ну, риск. Очень много разных писателей, авторов и вообще просто людей, они, как бы сказать, описывают там, вот, мы сели там в космолет, полетели, там, что-то там у нас. Да вы сами сядьте в этот космолет, когда у вас, извините за грубость, под жопой десяток тонн пороха и пальнитесь, улетите, короче, туда. Вот. Или спуститесь на километровую глубину шахту, которая может любой момент там взорваться, рухнуть, там, и так далее. И вы оттуда не вылезете просто. Просто некоторые авторы такие, ну, я не скажу, что это принижение, но просто сначала надо туда залезть, а потом писать. Я бы так сказал. Это также касается военных журналистов, разных других людей. Те, кто побывали там, они не будут писать, что попало. И рассуждать, что вот зашибись, устроить войну или какую-нибудь там заваруху и всем будет от этого хорошо. Да ничего, кроме крови и грязи не будет. Вот. Но это я что-то не гню космонавтики. Гню космонавтики я желаю всем нашим пилотам и инженерам и всем, кто там к этому причастен здоровья, счастья, хорошего настроения, вот, трудовых успехов, озарений наших, вот, действительно озарений талантливых. Вот, потому что вся космонавтика, она построена именно, и 90% труда. Труд, труд и еще раз труд. Труд не ради, не только ради денег, но и ради будущего наших детей и нашей цивилизации. Вот. Ну, я не побоюсь этих высокопарных слов. Вот. Всем пока. Пока.